не надо стремиться все в этом синем поясе понимаете вот это всего такой вопрос своих учеников ты учишь тонкостям и нюансам или больше вот белые синие пояса это получает от тебя общий какой-то принцип но без нюансовой тонкости когда ты рассказываешь тему ты говоришь ну созревать должен однозначно я любитель всегда то есть давать по уровню то есть я я даже был я у нас получается как и наверное у многих в зале на одном тренировке 3 занимается белый поясе там пурпурный коричневый пояс я даю технику я могу си белому синему поясу не я вижу его ошибку я могу ему не подсказать а коричневому поясу этого ошибку подскажу не вас подскажу потому что ему это надо уже он должен это понимать а белый пояс тоже отойти то есть у него должно сработать чую то есть чувство маневренности то есть если я буду ему нет я пробовал конечно там прям с белых поясов синих поясов объяснять нюансы но когда ты тратишь просто очень много времени и это не приводит ни к чему в рази быстрее человек прогрессирует тогда когда он конечно грубую если если ошибку он допускает вообще там но не той ногой перекрывает вначале или же не туда перекрывать конечно я говорю что это не так это так но там грубо говоря кисть него так а вот так докрутить да не вот так а вот к себе подинить то есть это уже там когда он даже месяц отработает да уже мы понимаем что он классно все делает и не хватает вот этот маленькая штучка тогда ему подсказываю но в разе круто то есть до этого не доходит то есть такие маленькие у него нюансы ки он сам исправляет и это в разе лучше когда ты сам догоняешь то есть я показал все грубые ошибки убрал и вот эти нюансы коми он сам то есть у каждого спортсмена есть своя техника который мой моя своеобразный рычаг моему же ученику тот же самый рычаг у него совсем по-другому то есть свои нет антропометрия там силовые возможности возможность гибкости то есть это у всех же у меня разные у него разные поэтому вот таким вот так я то есть я люблю всегда учиться именно вот кому-то подсказываю кому-то попозже подсказывают некоторым нюансы прямо уделяю внимание некоторые наоборот чтобы стараюсь чтобы он сам до этого дошел но обязательно под моим контролем то есть я не просто в отдела я не смотрю конечно я за ним больше смотрю нежели там над коричневым поясом потому что я заметил так что у меня иногда коричневые пояса страдают от мне внимание потому что я основном уделяю внимание одну белым там синим поясом любимчики есть все в зале все каждый особенно белый пояс который приходит джиме я слышал что в на новогоднем кемпе 2 же фрикс 5 числа по моему ты будешь вести ну давайте именно скажем так назовем можешь рассказать на какую тему что будешь показывать да да с удовольствием я буду показывать тему и закрытого гарда наверное так скажем как развить атаки закрытого города но соответственно какой-то общее то что я наработал как я развиваю скажем так я всегда люблю показывать то что я делаю в данный момент сейчас я работаю с односторонним захватом и закрытого города и буду наверное давать выходы на болевые на треугольники просто заходы за спину и свыпи обычные закрытого не закрытого открытого то есть закрытого гарда открываем гард и начинаем работать для кого будет интересно данный семинар посетить закрытый гард но больше позиционируется как базовый гард откуда но всех учат с белого пояса работать или же интересно а я вот как-то этого сказал то что я люблю показывать на чем я работаю в данном цикле тоже моей подготовки так что я вроде черный пояс так что обязательно будет это и черный поясам наверное интересно если им это интересно скажем так черные коричневые скажем пояса там пурпурные пояса возьмут нюансы это где там захвата держать где там фиксировать из-за чего я фиксирую с какими мышцами я тяну эту руку грубого это не рычаги не треугольник в целом концепция там закрытого не закрытого открытого города скажем так а для белых синих поясов это соответственно интересно потому что есть скажем так для них базовый захват который можно доработать то есть у каждого пояса есть свое созревание я рычаг делал всегда но в черном поясе я понял как это рычаг работает понимаешь я в синем поясе вытягивал рычаги у меня люди стучали но я даже не задумывался из-за чего ну там конечно локоть ломается понятно но из-за чего я контролирую этот урок локоть сейчас я могу выключить грубо говоря я знаю что надо выключить выключать чтобы ломалась локоть понимаете то есть не надо стремиться все в этом в синем поясе понимать вот это все то есть это должно прийти со временем то есть это же как в первом классе ли втором классе там про алгебру говорить то есть это же ну зачем перепрыгивать скажем так если можно дойти до этого ну можно быстрее конечно дойти там но не так быстро что там второго класса перепрыгнуть на 10 класс то есть поэтому для белых синих поясов это будет интересно то что будут понимать какие еще направления есть куда надо двигаться для коричневых черных поясов это будет мои уточнение из-за чего у меня она получается из-за чего получается переклюну и как переходить с одного прямо на других и косы и как их соединять то есть я взял он так и и если у вас есть вопросы приходите на кэмп 5 января и задайте их лично может дома остаться полежать не пойти на тренировку дома ты в кровати зачем-то на тренировку и кей там лежать если можно дома не вставать кровати также лежать